Как проходит учебный процесс в образовательных учреждениях республики? Какие есть проблемы в сфере образования и как их решать? На самые разные вопросы телезрителей в прямом эфире нашего канала ответила министр образования и науки Карачаева-Черкесии Инна Кравченко. Подробности у Мурата Джанкёзова. Прямой эфир стал уже традиционной рубрикой в эфире ГТРК Карачаева-Черкесия, в которой принимают участие руководители различных министерств и ведомств. Заранее в течение двух недель жители республики могли задать свой вопрос министру образования и науки Инне Кравченко, ведущая прямого эфира Мадина Лайпанова. Вопрос такой волнующий многих педагогов. Какие меры поддержки существуют для учителей в нашей республике? Спасибо, хороший вопрос. Он часто звучит. Хочу напомнить, что этот год президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным был объявлен годом педагога и наставника. Очень много мероприятий у нас в рамках этого календарного года прошли, еще будут проходить в декабре месяце. Мы будем торжественно и закрывать этот год года педагога и наставника. Меры поддержки – это в первую очередь конкурсы профессионального мастерства. Это не только учитель года, воспитатель года, сейчас уже и мастер года добавился, и созвездие талантов добавилось, и флагманы образования, и лучше по профессии. И есть у нас конкурс на федеральном уровне, где учителям вручаются премии, лучшим учителям. И таких учителей в нашем регионе в этом году было пять, которые получили премии в размере 200 тысяч рублей. То есть достаточно много конкурсов и много мер поддержки для педагогов нашей республики в том числе. На недавней прямой линии с главой республики Рашидом Тимрезовым был поднят вопрос о том, что учащимся Малокарачаевского района трудно добираться в столицу республики для сдачи ЕГЭ. Следующий вопрос. Будет ли проходить сдача ЕГЭ по выборным предметам в Малокарачаевском образовании, так как сложно добираться для сдачи этих экзаменов в город Черкесск? Этот вопрос также поступал и на прямую линию с главой Карачаева Черкесской республики. Мы его зафиксировали. Хочу отметить, что до 1 февраля 2024 года будет на уровне региона формироваться база данных по выпускникам 11 класса, где они выбирают предметы. Кто какой предмет выберет, мы будем смотреть на картинку, которая к тому времени будет складываться. В зависимости от того, какие предметы и сколько человек выберет, мы будем принимать решения, которые будем согласовывать с руководством нашей республики. На прямой эфир с министром образования зрители прислали более ста вопросов, которые касались самых разных сфер, начиная от обеспечения учебниками до вопросов государственной политики в области образования. А те вопросы, на которые не удалось ответить в ходе прямого эфира, будут рассмотрены в рабочем порядке, заверила Инна Кравченко. Мурат Шантьозов, Вести Карачаева, Черкесия.